добрый день сегодня у нас особо интересная тема я даже специально надел футболку из американского флага чтобы подчеркнуть важность момента потому что на нашей табуретке сегодня в гостях американская гостья эта машинка которую сделали компания movie staff называется ретро 8 и на данный момент это будет первый обзор на русском языке про эту машину и насколько мне известно это первый экземпляр в россии соответственно многие кто видел его рекламе хотели бы поближе познакомиться с этим аппаратом потому что по описанию он выглядит как очень простой достаточно надежный легкий в употреблении и дающий качественный результат но так ли это предстоит выяснить ну начнем знакомство с внешнего вида то есть аппарат такой небольшой чем-то напоминает маленький катушечный магнитофон чик все признаки катушечного магнитофона внешние вот они на лицо две бобины там ролики колеса какие-то там кнопочки в общем человек не посвященную оцифровку скорее всего и подумает что это аудио бобинник какой-нибудь но тем не менее это аппарат для оцифровки кино пленки это именно видео аппарата не аудио никакого звука тут нет но устроен он да действительно похож даже первое впечатление такой какой-то игрушечности потому что маленький легкий очень легко поднять он такой портативная помещается на нашу знаменитую табуретку в общем аппарат судя по виду подходит для оцифровки в домашних условиях но цена конечно несколько кусачая порядка трех тысяч долларов если довести в россию растаможить со всеми вот этими налогами в америке на 100 2 с половиной но все равно многовато честно говоря поэтому конечно хочется знать насколько оправдана это вложение сейчас будем изучать еще начать конечно заправки пленки как это обычно происходит кино проекторах вот у меня есть тут из коллекции аппарат сильма испанский но остальных принципе такой же то есть ну пленка просто так надевается раз и все вот она готова и так были реализованы в большинстве кинпроектор взять русь нашу то же самое да и вообще-то катушенных микрофонов тоже то есть но защелкивается девается как-то легко в общем ожидалось что и в этой машине вот так же но они это как бы не так здесь мы имеем дело с винтом настоящим винтом с резьбой поэтому бобины не просто надеваются надеваются и потом закручиваются гайкой хотелось бы сразу отметить особенность всех американских аппаратов это то что у них разная толщина осей зависимости от используемой пленки вот это бобина на которую наматывается супер 8 у нее толстый диаметр оси на которую она надевается поэтому можете видеть вот это толстая ось вот это тонкая ось у нас в россии независимо от типа пленки используются тонкие оси и все катушки если взять они имеют тонкую диаметр маленькие дырки для оси чтобы узнавал надевать вал тонкий у нас россии используются только тонкие независимо от типа пленки и связи с этим сразу проблема что катушку из комплекта терять нельзя потому что иначе придется придумывать как сюда надеть другую нашу катушку любая растачивать него что-то еще забрать то что в америке как правило и те и другие поэтому вот здесь приемная бобина она толстая проще конечно использовать ту что удавалось комплект с машиной ну что ж то есть надеваем так дальше нужно гайкой закрутить гайка хитрая еще и с ручкой то есть по инструкции я читал внимательно нужно накрутить гайку до конца до упора и дальше закрутить ручку так чтобы после этой ручки прошел на скользкую гайку и вышел на пружу и там попал между пазами бобины до конца все то этой ситуации вроде как она же никуда не денется не сдвинется и там далее страховка ну окей сделали теперь вторую подающую вовину ну с ней тоже самое только ось тонкая и слава богу потому что у нас все такие надеваем специальной гайкой фиксируем здесь уже никаких ручек здесь просто гайка просто нужно накрутить до упора все накрутили ну ладно вроде ничего так дальше заправляем аппарат ну тут все довольно просто два направляющих ролика фильмовой канал очень простой в нем всего одна пружинка такая с маленькой ручка которая нужно зацепить пленку и все все дела тогда этот момент делается элементарно все есть теперь накрутить пленку на бобину ну что ж тут она конечно сопротивляется ну вот закручивать нужно чуть-чуть ослабим гайку потому что мотор явно такой тяжелый вручную не проверяем так ну ладно заправили фиксируем 5 гайку так гайка гайка все открутили вроде заправили как эта машина теперь работает пора обратить внимание на управление левый переключатель это собственно есть вкл выкл включаем загорелся красный индикатор питание подано следующее выключатель направление движения назад вперед и центральное положение стоп включая вперед движение пошло хоть обратить внимание аппарат час ни к чему не подключен хотя для того чтобы осуществлять процесс захвата компьютер ему нужен просто необходим потому что в отличие от всех предыдущих моделей с которыми мы сравнивали эту машину и в общем из-за чего было столько пафоса и ожиданий из-за того что у нее метод специально отличается от всех остальных то есть она не автономна она не может работать без компьютера потому что процесс захвата и отделения кадров процесса распознавания кадров делается полностью программно с помощью софта который дается придачу к этой машине причем интересно софт производит другая компания не то что изготавливает сами машины но они это уже и применяли в прошлых версиях например когда они делали мы листов снайпер это более ранние модификации они кстати были очень похожи на наши руси с представленными проекторами то есть если посмотреть на такой аппарат то видно тимпроектор с стороны и дальше объектив некий посередине и с правой стороны камеры то есть они пользуются той же самой схемотехникой что мы для мы с русскими но единственная программа cineкап насколько я помню версия и более позднее cineкап велосипи использовал для захвата так что они не стали изменить своим традициям опять программы делают программисты они похожи на аппаратной части ну вот погоняли немножко машинку ладно остановим значит следующая кнопка нужна исключительно для настройки то есть она включается в режим setup и в этом режиме происходит калибровка это делается один раз мы начали чтобы правильно расположить кадровое окно для лучшего распознавания ну и обычное и расположение это вверх режим прогона обычного ну и последняя ручка она крутится это просто яркость так как никакого автоматического усиления здесь нет и это даже хорошо то есть можно избегать пересветов можно контролировать происходящее на камере можно подстраивать яркость достаточно широком диапазоне и это бывает полезно например если пленка очень светлая эту яркость стоит понизить а если съемка была в темноте и нужно вытянуть из нее максимум то можно открутить ручку до самого конца но надо иметь ввиду что эта яркость влияет на качество распознавания кадров потому что как я уже сказал распознавание программное то есть сама программа видит кадр вместе с перфорацией и пытается определить его границы по расположению этой перфорации так что получается мы светим в кадр и в перфорацию одновременно то есть от того какая картинка получится зависит качество распознавания кадров если мы пересветим будут большие блики от перфорации программа не сможет разобраться ну например если пленка светлая и мы включим лампу на полную катушку то кадр весь сольется она не увидит перфорацию то все будет залито белым поэтому важно в режиме сетап как раз еще и проверить хорошо ли видны окошки перфорации действительно ли достаточные для того чтобы программа могла распознавать ну пока вроде все выглядит неплохо то есть аппарат вот такой не очень капризный как на первый взгляд то есть можно предположить что если допустим у нас будет склейка где мы здесь что она пройдет потому что тут никаких грейферов нет грейферный механизм здесь вообще не нужен здесь в отличие от всех кино проекторов пленка движется постоянно равномерно линейно в кино проекторах она всегда двигается скачками то есть один кадр останавливается его захватывает камера дальше быстро сдвигается на следующий следующий кадр опять стоит и пока он стоит опять камера захватывает такой дискретный импульсный такой метод применялся раньше во всех кино проектор здесь по-другому здесь пленка не останавливается никогда она все время движется и чтобы такой кадр захватить при этом не смазать его нужна очень 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 короткая выдержка собственно так и есть в этой машине примена камера с очень короткой выдержкой ну и побочный эффект этого метода что скорость очень мало два кадра в секунду всего ну понятно если увеличивать то с одной стороны компьютер не успеет распознать потому что распознавание происходит на лету в реальном времени а другое это будет смазанная картинка камера не успеет выдержки не хватит поймать четкий кадр так что вот такие вот побочные эффекты это скорость сильно медленнее чем методы которые мы примем до этого например для сравнения торган синего систем сон в реальном времени работает там скорость порядка 17 кадров в секунду методы основанные на русях на покадровом захвате имеют ограничение примерно 7 кадров в секунду более медленные способы даже существуют там порядка 4 5 кадров в секунду ну и медленнее медленнее то есть бывает варианты можно наплодить разных усложнений что за одну минуту можно сделать всего несколько кадров то есть даже месяца не хватит что пленку сделать но наверное бывают и такие задачи то есть вариаций тут полно а таких коммерческих реально методов вот в пределах от 7 до 17 кадров в секунду то есть такая вот норма соответственно машинка бьет рекорды снизу с работой с ней это весьма длительная задача но с другой стороны даже склеек она не боится потому что механизм никоим образом не пострадает если тут будет склейка не очень толстая точно она пройдет спокойно там зубцов нет зацепляться не за что и продолжит работу причем программа сама же это уже зависит от программистов то что они могут использовать алгоритм который будет распознавать даже вот эти стыки на данный момент программа просто пропускает если перфорация повреждена или тут есть склейка в которой перфорации не четко она это место просто пропустит и продолжит со следующих четких кадров то есть даже не нужно будет вырезать место склейки это удобно прямой ход ну вот с внешним видом разобрались теперь наверное стоит поговорить о характеристиках изображения которые получаются с помощью этой машины машинка оснащена камерой машинного зрения и подключается к компьютеру через звезды 2.0 разрешение результата может быть разным максимальные возможности это full hd 1080 но можно и в обычном dvd качестве так даже быстрее будет стоит ли идти на компромиссы если машина делает hd почему бы не пользоваться ее максимумом вот такой вот обзор работу этой машины в действии можете увидеть в студии видео 8 покуда она будет там и всем спасибо за внимание до новых обзоров и оно и Reich и и и и и и и